Массово персональные компьютеры начали распространяться более 30 лет назад, в России слегка позже, в начале 90-х. В моем детстве домашний ПК считался роскошью. У меня он появился лишь в 2002 году. Помню, отец тогда говорил, что отдал за него 1000 баксов. Эта сумма — золотой стандарт хорошего ПК и сейчас. Внутри трудился мощный одноядерный Athlon XP. Да, все верно, именно психологическое травма детства заставляет меня сейчас топить за красных, а знак зодиака при этом сидеть на Intel. Именно с процессора я начну рассказывать о своем ПК. Intel Core i7-9700K, купленный в начале 2019 года, до сих пор трудится даже без разгона. Я, конечно, давно поглядываю на конкурентов, но резких действий не предпринимаю, жду правильного времени. Охлаждает его свеженькая водянка от Corsair H115i Pro XT. После моей дешманской Cooler Master ML240L, которая сейчас даже в ДНС стоит 4000, я наконец-таки вспомнил, что такое тишина. Свою воду я окончательно решил поменять после видео с 10900K. Воду от Cooler Master я подарил одному из подписчиков. Скупой платит дважды. Если у вас есть 4000, возьмите лучше хорошую башню. В видео «Почему вам не нужно СВО» я все объяснил. Едем дальше. Мать Z390 Aorus Pro. Слово Aorus дальше будет встречаться довольно часто. Это долгая история. Что-то сдается мне, что он пиздит. Ну, конечно, пиздит. Хотя нет, мне в свое время жирно заслало гигабайт, за что я им очень благодарен. Но в этом видосе я займусь саморазрушением, ибо не все из засланного мне понравилось. А теперь считаем. Видеокарта RTX 2070 Aorus Extreme. Классная карточка, тихая, красивая, вопросов к ней нет. Корпус AC300W. А сейчас ребята из маркетингового отдела гигабайт… Корпус, по моему мнению, своих денег вообще не стоит, и хорошо, что он уже не продается. Кусок тонкого царапающегося оргстекла, неудобный кабель менеджмент, ни одна водянка не встает сверху, поэтому приходится ставить ее на переднюю стенку, шумящие вентиляторы и так далее. Про мелочи типа резиновых ножек, которые пачкают черкашами стол, я вообще молчу. Корпус буду менять при следующем апгрейде. Блок питания, да-да, тоже Aorus P750W80 Plus Gold Modular. Дорогой, возможно, даже оверпрайснутый, но добротный БП. Вопросов к нему тоже нет, в продаже их почти не осталось. ОЗУ, тут у нас солянка, две планки Kingston HyperX Predator на 3200 и две планки ADATA XPG SPET STRIX D60G на 3600. Работают обе на встроенных XMP на 3200. Также у меня два SSD, один основной под винду и софт, скоростной и красивый NVMe от Aorus на 512 гигов, второй недорогой ADATA XPG SX8200 PRO, тоже на 512, ну и само собой HDD под файлопомойку стандартный терабайтный синий WD. Я живу в частном доме и кабель от роутера тянуть не стал. Xiaomi Mi Wi-Fi роутер Pro стабильно долбит на все 210 квадратных метров, поэтому в ПК стоит еще и недорогой Wi-Fi адаптер от TP-Link AC1300. До этого стоял говеный адаптер от ASUS AC51, если возьмете его, постоянные отвалы Wi-Fi вам обеспечены. Итого на текущие деньги ПК стоит 144 000 рублей. ПК изучили, теперь, как говорят на флоте, переходим к оконечным устройствам, но перед этим я хочу рассказать вам про свой крутой стол. Как-то на ютубе я заметил у коллеги обзор на стол с подъемным механизмом и решил, что это очень удобно и я тоже себе такой хочу. И компания Ergostol прислала мне вот этого монстра. Все сделано по моим хотелкам и называется Ergostol Terra-R. Самая главная тут рама с двумя моторами, которая способна поднять 120 килограмм, стоя может работать даже двухметровый амбал. Я люблю просторные командирские столы, поэтому ширина столешницы 190 сантиметров, а глубина 90. Стол весит 87 килограмм и собирать его в одиночку было то еще удовольствие, но я справился. Слева у меня встроенная выдвижная розетка с беспроводной зарядкой для телефона и двумя USB. Под кабеля сделаны два пропуска, а снизу все это прячется в кабель-канал. Управляется стол с пульта и дистанционно со смартфона, есть память высоты. Приложение Ergostol на телефон подсказывает, когда нужно поменять положение, чтобы размяться, встать, снять нагрузку со спины и поясницы. Для меня это идеальный стол, я очень много времени провожу за ПК и за ним могу работать хоть сидя, хоть стоя, хоть даже лежа, если постараться. Ergostol единственное заинтересованное лицо в этом видео, поэтому в описании будет ссылка на их сайт. Если ищите стол, то загляните. На моем командирском столе стоят, а точнее висят, два монитора. Основной – изогнутый 35-дюймовый широкоформатный монстр на MVA матрице AUC Aegon с разрешением 3440x1440 и частотой 120 Гц с поддержкой G-Sync. Он у меня больше года и я им доволен. На нем я монтажу, смотрю фильмы и иногда играю. Второй моник – 27-дюймовый ASUS TUF Gaming с IPS-матрицей на 165 Гц. Его использую для вебсерфинга, игр, ну и просмотра ютуба, когда работаю. Колонок на столе нет, так как я использую встроенные динамики монитора. В ASUS они говно, а вот в Wagon стоят неплохие. Мониторы висят на двойном кронштейне ARM Media LCD T32. Со звуком работаю в ушах Schennheiser HD 599, мне эти уши подошли, не давят на мои лопухи, чаши из мягкой микрофибры, звук просто пушка. Микрофон HyperX Quadcast, его я купил по совету одного блогера, использую для закадрового текста, все это время вы слышали именно его. В будущем буду менять на что-то более серьезное, если есть что посоветовать, обязательно напишите в комментариях. Клавиатура. Низкопрофильная механика от Cooler Master SK650 с переключателями Cherry MX Red, компактная, красивая, с RGB-подсветкой, но дорогая и громкая. Мышка тоже от Cooler Master MM830, полностью устраивает, удобный хват, быстрый сенсор, подсветка и непонятно зачем OLED-дисплей. Для красоты сзади стола я протянул 2-метровую RGB-ленту от Xiaomi, пульт закрепил под столом, управлять можно и со смартфона, а к основному 35-дюймовому Монику запилил псевдо-эмбилайт, который купил на Али. Изначально все было аккуратно и красиво, на уголках, об этом я рассказывал на своей странице ВКонтакте, потом сгорел БП, я подключил другой, который нашел дома, естественно спалил часть ленты и заказал новую. Но в этот раз закрепил уже не на уголке, а вот на такие шлейфы. Выглядит убого, зато надежно и быстро. Ссылку на ленту, кому нужно, я закинул в описании. Ну и кресло. У какого уважающего себя блогера нет игрового кресла? Это фирма Arrozzi, модель Vernaza Soft Fabric. Главным критерием был мой рост, 187 см и тканевая обивка, чтобы не потело седалище. Ну что, подведем итоги? Полностью рабочее место будет стоить 430 тысяч рублей. Конечно, далеко не все это покупалось и обновлялось не в один день, но такая цена моего оборудования. Покупать сейчас именно такое железо не стоит, рынок давно обновился и за эти деньги можно собрать что-то интереснее. Как бы вы потратили сейчас такую сумму? Пока вы не скипнули видос, я попрошу вас оценить ролик, это действительно важно. Уже в этом году я собираюсь обновлять ПК и если вы тоже планируете собрать компьютер, заходите к нам в сообщество в ВК и загляните в наш магазин. Мы собираем по закупочным ценам, ставим лицензионную винду, тестируем и надежно упаковав отправляем по всей России. На связи был Михаил Крошин, канал Мой Компьютер, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok